Экономический кризис на Шри-Ланке. Студенческая весна Республики Татарстана 2022. Да все круто, как обычно. Не знаю, мне в целом всегда очень радостно, кайфово принимать участие в подобных мероприятиях. Поэтому я заряжаюсь энергией, положительными эмоциями от участия в данном конкурсе. Поэтому все классно. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Амир Ахтямов. В общежитии номер 7 Казанского федерального университета завершился основной этап ремонтных работ, направленный на улучшение бытовых условий студентов в местах общего пользования. В здании частично заменено напольное покрытие, заменены трубы. Помимо этого был проведен ремонт лестничных площадок. В общей сложности на работы было выделено около 10 миллионов рублей. В Институте филологии и межкультурной коммуникации прошел просмотр экранизации фильма татарского классика Мухаммада Магдеева. Участие в мероприятии приняли студенты и преподаватели. 13 мая в Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялся массовый просмотр экранизации повести Мухаммада Магдеева «Мы дети 41-го года», в которой он отразил историю своей жизни. В первый раз в татарской литературе описываются сложные годы Великой Отечественной войны именно с позиции детей и подростков. Во многом книга «Мы дети 41-го года» — это автобиографическое произведение о судьбе студентов Арского педагогического училища, чья юность выпала на тяжелые 40-е годы. Режиссером экранизации выступил Амир Галиаскаров. Картина вышла на экран на кинотеатрах в конце 2021 года. «Описывая какие-то детали, то, на что обращают внимание вот эти дети, то есть когда ребенок смотрит на мир, он же его воспринимает совсем не так, как мы, тем более ребенок того времени. Вот описывая вот эти детали, автор добивается того, что ты полностью погружаешься не только в суть происходящего, но и в глубину чувств, которые переживают все герои. И это то, за что это произведение можно просто перечитывать из раза в раз и каждый раз находить для себя что-то новое». Участие в мероприятии приняли студенты и преподаватели Казанского федерального университета. Показ был приурочен к празднованию Дня Великой Победы. Надежда Казаева, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. Шри-Ланка переживает худший экономический кризис. Страна не может закупить достаточное количество топлива. Сложилась нехватка продовольственных товаров. Подробнее о ситуации в Шри-Ланке расскажем в следующем сюжете. Острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости сложилась в Шри-Ланке в конце апреля. Жители стали выходить на улицы с требованием остаки президента. Также во многих районах страны наблюдается отключение электроэнергии на долгий срок из-за нехватки топлива. На фоне экономического кризиса оппозиция потребовала от президента уйти в отставку. Понимаем, что последние два года весь мир находился в состоянии пандемии коронавируса. Поток туристов на Шри-Ланку остановился практически. Под влиянием вот этого фактора экономика пришла достаточно в сложное положение. Возникли также и политические проблемы. Масштабные столкновения в столице начались утром 9 мая. Несколько тысяч сторонников правящей партии напали на лагерь оппозиции, позже устроив стычку. Для разгона участников полиция применила водометы и следстоточивый газ. Президент Шри-Ланки Гадапаэ Раджапакса призвал прекратить акты насилия в стране, заявив, что власти предпримут все усилия для установления политической стабильности. Мы можем говорить о том, что, скорее всего, в отношении Шри-Ланки будет развернута гуманитарная помощь, поскольку вот буквально протесты начались пару дней назад. Народное выступление на Шри-Ланке, оно такое достаточно хаотичное, слабо организованное в плане целей, задач. И куда, так сказать, оно приведет эту страну, пока достаточно сложно сказать. Как сообщает посольство России в Коломбо, обстановка в курортных районах острова спокойна. Ранее власти Шри-Ланки третий раз продлили на сутки действия комендантского часа на острове. Управление по развитию туризма страны просит иностранных граждан перемещаться по стране в комендантский час только с паспортами и авиабилетами. Надежда Казаева, Универньюз. 12 мая в КСК КФУ Уник состоялся гала-концерт 11-го Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан-2022». О нем собрались команда финалистов и призеров из учебных заведений со всей республики. Как это было, расскажем в следующем сюжете. Сегодня происходит в Униксе чудо. Это республиканская студенческая весна, именно гала-концерт. Сегодня мы увидим лучшие из лучших студенческих номера, таланты со всей республики. В этот вечер в холле КСК КФУ Уникс, несмотря на пасмурную погоду, было по-настоящему жарко. Гала-концерт собрал самых талантливых и лучших студентов со всей республики. Кто-то фотографировался с дипломами, кто-то давал интервью, а кто-то был просто рад находиться на гала-концерте. А кто-то готовился к еще одному выступлению на фестивале. С каким номером в эту программу вы участвуете? Песня «Мьюзик» — она о том, что нас всех объединяет музыка, делает нас бунтарями. Здесь все любители из педагогического университета, то есть все учителя. В этом году организаторами конкурса выступили Минмол РТ, мэрия Казани в лице Комитета по делам детей и молодежи, Лига студентов РТ и Совет в ректорских вузах Татарстана. Казанский университет представил порядка сотни номеров. Из 188 номинантов 46 коллективов из университета стали лучшими в разных номинациях. От вокальной до номинации «Журналистика». В этом году я второй раз участвовала в Республиканском студии «Весне» в конкурсном направлении «Журналистика». Снимала фоторепортажи и, собственно, в прошлом году заняла я третье место. В этом году закрыла свой некий гештальт и меня оценили на первое место. К слову, в этом году фестиваль проходит в вочном формате, однако в универсе соблюдены были все антиковидные меры. Вход в масках и соблюдение обязательной дистанции. Однако, несмотря на продолжающиеся ограничения, это никак не повлияло на настроение и боевой настрой участников. Все как один отмечали хорошую организацию и подготовку мероприятия. «Да все круто, как обычно. Не знаю, мне в целом всегда очень радостно, кайфово принимать участие в подобных мероприятиях. Поэтому я заряжаюсь энергией, положительными эмоциями от участия в данном конкурсе. Поэтому все классно». Как рассказали организаторы, участие в подобных мероприятиях – отличный способ для студента проявить себя в студенческой жизни, а также раскрыть в себе новые грани таланта. В фестивале участвуют студенты со всех направлений – будущие медики, инженеры, дипломаты и политики. Однако, несмотря на призовые места, самое главное во время студенческой весны остается возможность сплотиться и стать конкурентоспособным в своей профессии. «Здесь, кроме того, как победить на студвесне, это же глобальная цель, это движение большое, это комьюнити, когда ты можешь переговорить или посмотреть, или просто пообщаться, взять какой-то опыт у студентов из другого вуза. Это большое такое объединение студенческого народа. Здесь и происходит вот эта искра, вот это чудо, которое очень ценно для всех». К слову, на Галаконцерте прошла презентация о конкурсной программе Республики Татарстан, которая позже будет предоставлена традиционным Всероссийском фестивале студенческой весны, которая пройдет в Самаре с 18 по 24 мая. 13 мая в 13.00 в мраморном зале Казанского федерального университета прошла выставка «Журналистские династии», организованная совместными усилиями кафедры национальных и глобальных медиа КФУ и акционерного общества ТатМедия. Что было представлено на выставке и с какой целью она прошла, узнаете в следующем сюжете. 13 мая в 13.00. Число 13 выбрано неспроста, потому что в этот день 13-й факультет начал праздновать свое 60-летие. Помимо этого, 13 января этого года ТатМедия начали реализовать свой проект «Журналистские наследия», который открылся в мраморном зале Казанского федерального университета. В рамках «Медиа-недели», которую мы проводим, с благодарностью приняли предложение ТатМедия вот эту выставку внести в стены родной амма-матер для того, чтобы и студенты журфака, и вообще студенты университета увидели, что есть профессия журналист и какие династии складываются в эту профессию. Проект «Журналистские династии» представляет собой фото-выставку из работ, сделанных фотографом ТатМедия на тему журналистов, выпускников журфака КФУ со своими семьями. Здесь было как старшее поколение, стоявшее у руля становления профессии журналистов Казани, так и молодое, те, кто только еще начинают обучаться профессии. В основном здесь сотрудники ТатМедия, они, которые смогли любовь к профессии передать своим детям и сформировали династия. А когда уже начали вчитываться в эти истории, оказалось, что 99% этих людей закончили журфак. Поэтому для нас особенно дорого то, что в этом здании сакральное имеет значение, то, что мы здесь ее открыли. И для этих людей, которые здесь выставлены, я думаю, это огромная честь. Как было сказано ранее, выставка входит в недельный ивент Media Week 2022, приуроченному к 60-ти леди журналистка образования в Казанском университете. Помимо выставки на ивенте пройдет международная медиашкола, круглый стол по вопросам журналистики, а также мастер-класс особенности работы журналистов в зоне вооруженных конфликтов, правовые основы деятельности. Лев Диденко, Фарид Жалали, Универ, Низ. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!